После недавнего заявления Минской группы ОБСЕ, в котором сопредседатели подчеркивают необходимость уделить особое внимание достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе известных сторонам элементов и принципов, и предлагают возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под их эгидой, в азербайджанском обществе все чаще стал задаваться вопрос, нужна ли Минская группа, без участия которой Азербайджан завершил Карабахский конфликт. Отметим, что буквально за несколько часов до заявления сопредседателей президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался относительно возможной дальнейшей деятельности Минской группы. Могут быть некоторые сферы, в которых они смогут сыграть свою роль в постконфликтной ситуации, не как группа, которая должна урегулировать конфликт. Здесь я совершенно не согласен с некоторыми представителями Минской группы. Они говорят о необходимости урегулирования конфликта. Конфликт уже разрешен, сказал Алиев. Сопредседатели не должны предпринимать ничего такого, что может нарушить этот хрупкий мир, добавил он. Не должны давать Армении нереальных обещаний, должны быть нейтральными, беспристрастными и постараться закрыть эту ситуацию, заявил глава государства. По мнению официального представителя МИД Азербайджана Лилы Абдулаевой, заявление сопредседателей ОБСЕ сосредоточено не наиболее важных вопросах нового постконфликтного периода, а скорее на ряде других идей и элементов. Урегулирование конфликта создает перспективы для налаживания нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. Надеемся, что сопредседатели в соответствии с призывом президента Азербайджана определят и внесут предложение о своей возможной роли в укреплении мира в новой ситуации, сказала Абдулаева. Экс-министр иностранных дел, политолог Тофик Зульфугаров, также поделился своим видением деятельности миротворческих сил и миссий наблюдателей в Карабахе, а также связанных с этим проблем. Есть много претензий к деятельности сил по поддержанию мира и миссий наблюдателей, однако никто не может ответить на вопрос, какие у них полномочия и задачи их деятельности. Международная практика предполагает наличие специального документа, в котором регламентируются эти вопросы. Это мандат, он согласовывается со стороной, принимающей миссию, и подписывается меморандум о взаимопонимании, который означает юридическое согласие. После этого в поддержку миссии принимается либо резолюция Совета Безопасности ООН, либо заявление председателя Совета Безопасности. Затем, в соответствии с внутренним законодательством страны, как правило, утверждается парламентом, написал он на своей странице в Facebook. Как отметил азербайджанский дипломат, у нас как власть, так и общественность, и оппозиция высказывают претензии к деятельности сил по поддержанию мира и миссии наблюдателей. Однако уже на протяжении нескольких месяцев после 10 ноября не делается закономерных и целесообразных шагов для того, чтобы ввести процесс дискуссии по данному очень важному вопросу рациональное русло. Так до сих пор не начаты переговоры между Азербайджаном, Россией и Турцией по вопросу выработки мандата. Возможно, было бы целесообразно начать обсуждение проекта текста мандата в Мили-Меджлисе, так как в ходе публичной дискуссии было бы возможно определить параметры приемлемого для общества варианта. Сама общественная дискуссия обозначила бы рамки тех общественных ожиданий, которые должны были бы стать основой для юридически обязательного текста. Туманная правовая неопределенность способствует потере политической инициативы, которую приобрело единство общества и власти в ходе Второй Отечественной войны, подчекнул Тофик Зульфугаров. Субтитры создавал DimaTorzok